Всем привет! Сегодня мы в гостях у продвинутого пользователя каталога BUNPRIX, который всегда заказывает себе одежду с сайтов и всегда угадывает. Сейчас мы это проверим. Мы вскрываем посылочку. Это посылочка не моя. Это посылочка Яны, которую вы знаете по видео. Обзор на крем черный жемчуг. Я оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Итак, вот сарафаны. Купленные по акции 2 сарафана 990 рублей. Вот так вот, понятно? А мы тут рассуждаем, что покупать. Немецкий размер это 48,50, на русский 52,54. Чисто летний такой маечка-сарафанчик, можно сказать. На основе цвета. Трендового хотелось бы отметить цвета в этом сезоне. И тоже вот нюдовые оттенки, это тоже как бы тренд. Который никуда у нас не девается, никуда не пропадает. Того же размера. Нюд был, есть и будет forever. Кстати, надо мне, наверное, такое сейчас померить и тоже, скорее всего, прикупить. Смотрим дальше. Ботиночки. Сорокового размера. Идут размер в размер. Взъем у меня широкий, поэтому на мою ногу они подходят. Ты мне потом знаешь, что сделаешь, ссылочки, пришлешь где-нибудь в социалке, чтобы я прям на эти товары. Я тебе сейчас научу-то очень легко. А мы бы прямо на товары поставили. Сорокового размера на лямочку. Как раз под вот этот вот. Почти такие же у меня есть черненькие. Покажи подошву. Подошву хорошая. В черненьких я уже хожу месяц и ничего не сделала. Ходила и тоже. Прекрасно. Отлично. Великолепно. Вот такие славненькие чешечки. В тайчик к сарафану. И там мы открываем только первую, да, поставочку? Да. Потому что у нас их не одна. Та, поставочка. Тоже на немецкий 4850. Размером 52-54. Ну я думала, что тут даже и 56-58 можно ездить. Вот они размерчики. Теплый. Это немецкий размер, девочки. Можно плюсовать сколько к нему? Еще два. Там есть размерная таблица. Нет, там есть размерная таблица. Вот такая вот у нас трендовая штучка. Можно будет одевать сарафанчик. Я беру на 52-54, чтобы мне было свободно. Да, потому что ткань близко к натуральному. Не закатывается. Она может подсесть. Да, такого плана кофты у меня есть уже 2-3 года. Они не закатываются, не вытягиваются, ничего им не делают. Это у нас была первая история, да? Да. Так, вторая история. Смотрим девушки. Делаем пометки на полях своих ежедневников. Виртуальных или бумажных, не важно. Так как я девочка не маленьких размеров, а мне тоже охота носить модные трендовые вещички. На осень и зиму я себе заказала второе такое платье туника. Одному у меня уже 3 года. Классно, оно теплое, наверное. Очень теплое, очень приятно. Оно здесь, вот то, что вы, девочки, видите. Подожди, мы записываем. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы записываем. Оно в камере кажется более светлым, чем оно есть на самом деле. Это такой слегка сбрызнутый дождем асфальт. То есть, он не такой серый, как вы видите. Он темнеет, то есть, он более практичный. И внутренняя сторона вот такая мягкая, пушистенькая. Тоже российский 48, ну, немецкий 4850, тоже не закатывается. Стираю я все это в стиральной машинке на 40 градусов. Ничего этому не делается. Ну, и модные трендовые платья, которые у нас на худеньких девочек. На больших девочек у нас в городе точно таких нет. Немецкий 44-46, потому что, судя по отзывам, оно большемеркое. То есть, всегда нужно почитать отзывы, прежде чем заказывать ту или иную вещь. И потом просто, да, смотрите и себя соразмеряете. Главное, всегда иметь под рукой сантиметровую ленточку. А можно и не иметь. Я знаю, какой российский размер, что у вас стандартная попа, стандартные плечи. Можно без сантиметровой ленты заказывать. Я заказываю так. Ну, вот, это вот как бы все покупочки. А сейчас мы перейдем к коллекции лака. Коллекция, это гель-лаков, да? Это коллекция гель-лаков Яниных. Покажи, пожалуйста, какая там лампочка. У меня маленькая пока. Ну, ладно. Большая в ремонте. Вот такая вот лампочка небольшая. Значит, что у нас там получается здесь, в нашем городе Ангарске? Сколько стоит лак и сколько стоит лампочка? Это на случай, если вы научились двумя руками это делать. Как Яна. И как Яна, например. Конечно, если у вас одна ручка из плеч, а другая из пятой точки. Фирма Блю Скай у нас стоит от 250 до 350. Что еще такого классного и недорогого? В принципе, хорошего качества. Не жидкий. Он черный? А, он темно-фиолетовый. Да, фиолетовый баклажан. Да, тут можно немножко перевираться от цвета. Это такое может быть запросто. Сейчас новая фирма вот появилась. Вот это Ашер. Очень хорошая. Мне очень нравится. Цвета очень яркие. Тоже не бежит, не жидкий. Очень хорошая. Вот такая фирма. Продается у нас в центре, в торговом центре. Ага, это сколько? Ой, какая прелесть. Вот это сейчас. Тут же 250 рублей. В общем, все это можно сделать. Сами. Ну и наконец-то наши русские научились делать что-то умное и хорошее. Гель-лак российского производства. Так, сейчас паузу. Гель-лак российского производства. Цвет бордом. Найл Пэшн. Очень хорошенько. Сколько стоит? 350 рублей. Он стоит также в торговом центре. Но он очень хорошего качества. Очень-очень мне нравится. Да, если кому-то кажется, что это реклама, то вам кажется, поверьте. Джамоффа. Тоже очень хорошая фирма. Ну, как бы я ей пользуюсь очень-очень редко. Понятно. Вот кто у меня, короче, на самом деле, подсадим на парфюмерную тему. Кто меня отправил в салон-мажор. Вот человек, который во всем этом виноват. Потом еще там похититель подлил масло в огонь. И все. И понеслась, короче. Душа в рай. Вот я делала обзор. Тоже оставлю ссылочку именно на этот аромат. У нас тополиный пух. Жара и июнь. Вот на этот тоже я делала. Оставлю ссылочку. Так. Вот на этот еще я делала. Тоже оставлю ссылочку. Такой типа а-ля город грехов. Вот флора у нас пробегала. Появился. Да. Вот этот очень прикольный. Такой изрядно заюзанный. По уши. Ну и что тут у нас еще? Вот. Класс. Он, кстати, не такого цвета, как вы видите. Он такой какой-то фиолетовым, что ли, идет под тоном. И вот такой у нас еще ладеи были. Но тут я не буду доставать, потому что могу порвать одной рукой. Ну что, рассказывайте, девушка, что вы тут больше всего любите? Ну вот, люблю я, конечно, все. Очень все. Вот это первые гунчики, которые я купила на Сатурне. Они не натуральные, конечно. Я их купила в то время всего за 600 рублей. Но я до того от них в восторге. И теперь я в такой печали, что они кончаются. Мягкий запах. Ну, для жиры, конечно, не то. А вот что пойдет на лето? Как ты думаешь? На лето? Ну, на лето флора, да. Я взяла флору и не пожалела. Купила ее также в салоне Мажор. Я очень люблю ходить туда за духами. Не только. Я тоже всегда люблю ходить туда. Вот, то есть, я взяла по совету Татьяны Мороз. И не пожалела. Мы передаем Татьяне Мороз привет. Привет. Татьяна Мороз у нас все никак на совместное видео не растрясется. Татьяна Мороз у нас отдыхает на Аршане. Вот. Вот эти очень вкусные духи. Их можно... Ну, только наш приедет с Аршала. Вижу, увидим, как... Приедет, как отдохнет. Их я тоже взяла по совету Татьяны. Но они буквально на вечер. То есть, вечером выйти куда-то там в Сарафане, в платьице прогуляться. То есть, вот эти. Малинки. Да. Очень тоже клево. Летние. Но не в жару. Также, скажу, на пасмурную. То есть, пока на лето, на жару у меня только флора. Это нужно срочно исправлять. Срочно. Мажор, жди меня. Ну, все, что-то сейчас. Вот. Спасибо большое. Было очень интересно. Можешь передать кому-нибудь привет. Всем привет. Всем привет. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Всем всего хорошего. Пока. Это Ольга Швет.